Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, Всечестная Матушка Елизавета, дорогие отцы, братья и сестры, участники Церковного Четвертого Съезда Социальных Работников, которые сегодня присутствуют здесь в завершающий день своей работы. Мы совершили богослужение в воскресный день по Пасхе, именуемый Днем Самарянки, потому что Евангелие, которое читается сегодня, посвящено этой женщине. Содержание Евангелия хорошо известно, я не буду его пересказывать, но только об одном скажу, когда Самарянка, женщина, принадлежащая к племеню, с которым иудеи не общались даже в быту, пораженная тем, что Спаситель вступил с ней в общение, ощущения, а тем более пораженные тем, что Спаситель, зная о ее жизни все, что она, конечно, может быть, даже и скрывала от других. Вот пораженная этими двумя обстоятельствами, она поняла, что перед ней особый человек. С такими она раньше не встречалась. И она обратилась к нему с одним единственным вопросом, который, собственно, и лежал в основе разделения между иудеями и самарянами. Иудеи поклонялись Богу в Иерусалиме, в Иерусалимском храме, а самаряне не признавали этот построенный во времена царя Ирода храм и поклонялись в том месте, где они жили, на горе, именуемой Горезим. И поэтому главный вопрос всех самарян, это был вопрос о том, а где нужно поклоняться, кто прав, мы или иудеи. И Господь отвечает ей на этот вопрос, свидетельствуя, что в этом споре иудеи правы, но затем выходит за границу, за пределы этой человеческой озабоченности и говорит о том, что подлинные поклонники Бога должны поклоняться Ему в духе и истине. Это означает, что место поклонения вторично, первичны эти два условия, в духе и истине. И несколько позже Господь говорит, что дух, Бог есть дух, а потому и поклоняться Ему нужно в духе. Что это означает, поклонение в духе? Существуют разные толкования. Но речь в данном случае идет о духе той истины, в которой нужно быть убежденным, чтобы достойно поклоняться Богу. А что является духом истины? А духом истины является жизнь этой истины в человеческой жизни. Присутствие этой истины в человеческой жизни. Дух означает воплощение истины в человеческом бытии. Когда мы говорим, что мы живем в духе христовых заповедей, мы имеем в виду то, что Господь сказал Самарянке. Нужно жить в духе той истины, которую Бог открыл людям. Нужно жить по вере. И как это близко перекликается со всем тем, о чем участники 4-го съезда социальных церковных работников здесь, в Марфо-Маринской обители, размышляли в течение своих рабочих дней. Вы говорили о заботе об инвалидах, об опечении об инвалидах в церкви, о том, как нужно организовать эту работу, какими принципами руководствоваться, что нужно сделать на общецерковном и иных уровнях жизни, чтобы забота о скорбящих, о болящих была заботой всей церкви. Вот если мы воплотим все эти решения, которые вы предлагаете, если вы сами будете в этом активно участвовать, если вы будете распространять эти мысли, заражая тысячи, а может быть, миллионы людей этой замечательной идеей жертвенного служения ближним, тогда это жертвенное служение и будет поклонением Богу в духе, в духе Его учения, в духе Его истины. Если бы Господь сказал Самарянке, в истине надо поклоняться, тогда бы наша вера была бы неким интеллектуальным изыском. Конечно, развивалась бы богословская мысль, совершенствовались бы формулировки, вся наша деятельность сводилась бы к тому, чтобы это истинно становилось понятной людям, но тогда не было бы, может быть, самого главного осуществления этой истины в жизни. Добрые дела, к которым Господь нас призывает, это и есть поклонение в духе. А вот теперь давайте зададим самим себе этот простой вопрос. А как я поклоняюсь Богу? И здесь сразу на второй план отойдет такое понятие, как количество совершаемых молитв, количество посещаемых богослужений. Это не значит, что первое и второе незначительны для дела человеческого спасения, но это значит, что без духа и истины все это превращается в пустоговорение и в некое обряда верения. Как мы поклоняемся Богу? Насколько мы живем истиной божественной? Насколько мы эту истину готовы защищать? Насколько мы в соответствии с этой истиной готовы творить добрые дела, чтобы в истине и в духе поклоняться Богу? Это очень критические вопросы, которые каждый перед собой должен поставить, потому что эти же вопросы и на страшном суде перед нами Бог поставит. И в зависимости от того, как мы ответим на этот вопрос, посещали ли мы больных, находящихся в темнице или в больнице, кормили ли голодных, оделевали ли ноги, давали бы людям напиться воды, если кто жаждет от этих ответов на эти божественные вопросы, и зависит наше будущее. Сегодняшнее Евангелие бросает вызов каждому человеку, оно требует ответа. И если кто-то скажет, мало ли добрых дел совершаю, по недостатку времени по неведению, по окамененному нечувствию, или просто потому, что целиком поглощен текущей жизнью, связанной со своей работой, с теми делами, которые мне надлежит делать, то, может быть, такое честное признание будет первым шагом на пути поклонения Богу в Духе истины. Сегодня в нашей Церкви осуществляется огромная программа реализации тех решений архиерейских соборов и Священного Синода, которые направлены на то, чтобы каждый приход, каждая православная община становились местом совершения добрых дел. в большей или меньшей степени, потому что разные возможности человеческие, организационные, финансовые, Бог знает, какое еще количество внешних условий необходимы для того, чтобы в большом масштабе осуществлять такую деятельность, но а в малом-то масштабе что нам мешает позаботиться о бедных членах нашего прихода. Покидая храм, раньше, я хорошо это помню, мы, по крайней мере, раздавали нищим, стоявшим у храма милостыню. Внешне это выглядело не очень привлекательно, но ведь совершал это почти каждый человек, который выходил из храма, нутром чувствуя, что в этом деянии есть некое продолжение того, что было во время литургии, что это есть часть его религиозной жизни, его поклонения Богу. Сегодня, к счастью, нету нищих, стоящих, за редчайшим исключением у дверей храма, но есть многое другое. Есть старые, пожилые, одинокие члены приходов, о которых мало кто заботится. Никто не знает, куда идет эта согбенная старушка после службы, кто ее ждет дома и вообще ждут ли ее, а что она будет сегодня кушать и есть ли ей на что покушать. В каждом приходе должно быть ясное понимание, сколько членов прихода нуждаются в приходской поддержке. Вот именно для этого мы и говорим, что в каждом приходе должна осуществляться социальная работа, а если выражаться традиционным языком, должны совершаться дела милосердия, обращенные к своей собственной общине. но сегодня конечно этого недостаточно, потому что так много горя вокруг и даже на территории прихода, на территории района, в котором находится храм и больницы, и дома престарелых, и одинокие люди и многое-многое другое, что требует от нас усилий. Невозможно заниматься всем одновременно, но если каждый приход, даже самый слабенький, избирает небольшое общее доброе дело, то тогда молитвы, которые прихожане возносят к Богу во время богослужений, осуществляются в духе и истине. вот как оживает в современной жизни то великое слово, которое две тысячи лет тому назад произнес у колодца Иакова на самарийской земле Господь Иисус Христос в беседе с женщиной самарянкой. Да поможет нам Господь усвоить эти великие слова, дабы исполнить Его заповедь. Поклоняться Богу в духе и истине. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok